Аквакомплекс открылся в Лужниках. Погрузиться в лето с головой можно в бассейнах под открытым небом. Они работают ежедневно с 7 утра до 11 вечера. В распоряжении посетителей два бассейна – спортивный и пляжный. Длина этого – 50 метров, здесь 8 дорожек. И температура воды не опускается ниже 26 градусов. Часто ли вы сюда приходите? Мы здесь уже второй раз. И нам нравится, что идет непосредственно час только на поплавать. То есть не входит время ни на переодевание, ни на что. То есть ты можешь 15 минут поплавать, заново вылезти, позагорать, садить в сауну и потом заново зайти и поплавать. Новая система. Мы такого еще нигде не встречали. Хорошие очень. Уже и знакомые много приходили сюда тоже с положительными, только эмоциями и комментарием. Типа очень тут хорошо. Новых людей тоже зазываем сюда приходить. Пляжный бассейн поменьше – всего 20 метров. Зато здесь можно покупаться с маленькими детьми. На территории есть волейбольная площадка, фреш-бар, шезлонги, кафе и фитнес-центр. Что такое спорт по-голливудски, теперь могут узнать и москвичи. Секреты физической подготовки мировых звезд раскроет Джим Барсена. Тренер Сильвестра Сталлоне, Дженнифер Лопес, Анжелины Джоли и Джорджа Клуни. Фитнес-гуру проводят тренировки в Лужниках. Новый комплекс – это лишь часть плавательного центра. Его строительство завершат в 2018 году. А пока рядом с ним полным ходом идет реконструкция стадиона Лужники к чемпионату мира по футболу. Причем с опережением графика. Здесь будут стоять футбольные ворота. За ними строят нижние трибуны, выше разместят бип-ложи, так называемые скайбоксы, и верхние трибуны. Кстати, в восточной части стадиона уже вырисовываются низкие ряды верхних трибун. В стадион сможет вместить 81 тысячу зрителей. Им будет комфортно и в снег, и в дождь. Для этого крышу специально нарастили на 11 метров. Здесь около полутора тысяч человек работают в круглосуточном режиме. Выполнены основные бетонные работы, монолитная плита, возводится каркас, лифтовые шахты, лестственные проходы и так далее. До конца 2015 года какие работы будут выполнены? До конца 2015 года мы планируем завершить 100% каркас, выполнить тепловой контур по зданию и запустить тепло. И зимой продолжать отделочные работы внутри тела стадиона. Реконструкцию лужников закончат в конце 2016 года. Останется лишь наладить оборудование. За год до чемпионата мира здесь состоится пробный матч. Ольга Зиневич, Иван Коробков, Стромосру.